Братья, надеюсь. Смотрите, сколько рыбы. Вон, сколько рыбы. Есть, есть, хорошая какая. Сергей Иванович погнал кто-то в бурьяны мешать прикормку, да? Смотрите, как их... Иди сюда, тихо. О, вот это вот оно как раз и... Вон, как видно. Смотри, пошел шар. Это отлично просто. Сергей Иванович, что, как правило, после закорма, сколько и время надо? На чёрт. Да и... Дуплет. Отлично. Ребята, всем большой привет. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Сергеем Ивановичем выехали на рыбалку на нашу любимую микроречку. Да, микроречечка. Будем пробовать ловить на поплавочной удочке, на маховой, на поплопопер, какунька. Да, 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 да. Но хотим цель поставить на поплавок. Да, поплавочек, вот там интересно, так выкладочка, ну, сами знаете, но поплавок есть поплавка. Вот это кончик там, тик-тик-тик-тик, колокольчик, тик-тик-тик. Ну, когда поплавочек выкладывают, и когда тащат все равно, это само циво, само прелесть. Прибыв на реку, мы сразу поняли, что нерест идет у клейки. Себель у клейка, да, очень сильные, большие котлы, ребят, не берет. И красноперка после нерест тоже, наверное, будет брать слабовато. Но плавают реально большие. Да, красиво. Я вот смотрел, под нос бросал. Проходит мимо. Обычно остановится, знаешь, так посмотрит, что-то внимательно. А тут проплывают мимо наживки. Ничего, ничего, ребят, конечно. Короче, будем пробовать. Ловить все, что ловится. Да, конечно, Сережа. В бой, друзья. Да, в бой пойдем. Сережа, посмотри, сколько плавает. Ляд, смотри, какая плывет. Давай. Бегу, бегу, бегу. Давай, давай, Сережа. Быстрее, вот она, лядь. И наблюдаем. Видно прям рыбу. Как она там плавает. Вон она. И сейчас будет брать, я надеюсь. Смотрите, сколько рыбы. Вся она там плавает вокруг. Очень много рыбы. Просто красота. Берем, значит, два опарыша. Раз. Два. Сейчас попробуем немножко больше глубину сделать. Может, на большей глубине будет брать. Не так страшно. Вон сколько рыбы. Есть. Есть. Хорошая какая. Сергей Иванович погнал кто-то в бурьяный мешать прикормку, да? Водицы набирать. У нас гром все-таки гремит. Мы не знаем, будет дождь или нет. Но что-то гремит у нас там. Какая-то туча конкретно. Вот прикормка. Ну, я думаю, пол пачки нам пока хватит. Правильно? Держите. Будет и плотва, и красноперка. Закормим сейчас круто. Короче, кормить я сегодня хочу под поплавок и хочу шары побросать подальше, туда метров двадцать, в окошке под красноперку на поплопопер. Поняли? Подальше кинуть по шарику. Может, придет. Правильно? Конечно. В заливе есть одна большая туча, но мы надеемся, что дождя не будет. На мне сегодня замечательный летний костюм от компании Коматек. Друзья, костюм легкий, дышащий. Комары не будут кусать и защитит вас от ночного, так сказать, от летнего холода, от летней прохлады. Модель костюма тактическая. Имеет свободный крой и не сковывает движение во время ходьбы. Внутри у меня под ним вот такая вот кофта. Эта кофта называется Long Sleeve. Она водопотоотводящая, быстро сохнет, есть терморегуляция и в ней действительно очень комфортно. У костюма мне понравилось его качество. На ощупь приятное и совершенно тебя не стесняет костюм. У меня как раз по размеру есть такой замечательный капюшон. Капюшон с кепочкой. Если вы его одеваете, у вас тут есть кепка, которая вас защитит от солнца, защитит от непогоды. Короче, вы будете спрятаны всегда. Видите, как здорово сделаны. И расцветка, я считаю, просто бомбезная. Такой дубочек. Ну, знаете, как камуфляжка. Вроде и не камуфляж, а что-то такое стильное, спортивное, молодежное. Вот как он выглядит. Яркие змейки. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень круто. На сайте Камотек представлен очень большой выбор одежды для охоты и рыбалки. Вот среди них есть и мой костюм. Модель костюма Сталкер – вечерний лес. Все фото соответствуют действительности и все описание в точности совпадает с реальностью. Манжеты все регулируются, как вам нужно. Удобные карманы на рукавах. Хорошие дышащие материалы и все вещи компании Камотек сделаны в Украине. Я не мог сдержаться, поэтому взял себе также облегченные кроссовки с качественной кожей и плотной дышащей 3D-сеткой. Они устойчивы к любым испытаниям и мне у них понравился дизайн. Все ссылки в описании. Переходите и покупайте качественные вещи по невысокой цене. Ну, лепите. Так, добавьте прикормки сухой. Туда тебе? Да вот туда под красноперку подальше, вот туда в окошко, в дальнее туда, вот туда за куст. Вот туда? И туда дальше, в следующее тоже. Ух, пылюка какая пошла, прямо отсюда видно, да? И вот туда дальше сразу же, давайте, да. По красоте, супер. Все, хватит пока. Когда говорим кормовое пятно, давайте, Сергей Иванович. Я вот сюда. Мы сейчас вам покажем, что такое кормовое пятно в бой. Так, вот здесь. Под поплавчанку давайте. Вот она ему как раз, нет, трей, бог любит троицу. Еще одна. Вон она муть пошла. Грубина отличная, хорошая глубина. Мутнячок весь. Мутнячок пошел. О, вот это вот она как раз. Вон как видно. Смотри, пошел шар. Это отлично просто. Давайте. Вот дальний, да? Угу. Вот туда. Да, нормально. Нормально? Да. О, смотри, и полетел шар, да. Это сверху оно обмыло, а дальше... Шар внизу, да. Да, супер. Сергей Иванович, шо, как правило, после закорма сколько и время надо? Минут 10, да? Да, да, и будет. А то и сразу, смотря как далеко она была, правильно? Она там крутится, да, сразу. Смотря как далеко она была. Если рыбка была изначально близко, то хоп-хоп и унюхала, так сказать, да? Короче, ребята, такие два опарыша. Сходу. Иваныч, давайте ко мне. Смотрите, какая плотва. Да? Отличный расклад. Тут есть такая штука. Сергей Иванович, вам не страшно оставлять удочку, нет? Нет, нормально. Вот это поворот. А вдруг там веревка плохая? Нормально. Нормально? Поплыву, вода теплая. Сейчас попрошу Сергея Ивановича мне манки. На манку получше должно быть. Да, лучше берите. Может ей просто не нравится, червяк этот перебирает, да? Перебирает. Вот этот садок. Друзья, сейчас мы закинем наш садок. Сегодня у нас большой длинный садок, и мы решили сделать следующим образом, вот так только, бах, его в воду. И он как раз нас достает, да, Иваныч? Как раз то, что надо. Мы сейчас тут подвяжем его, и сразу же рыбу всю будем бросать прямо туда. Первый пошел. Пошел. Опа. И прям в воду, да? Вот зачем нужны такие длинные, глубокие садки. Можно и с мостика прям кинуть его. Лежит поплавок, и прет, 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 вон она. Сразу же, Сергей Иваныч, сразу же. Хорош. Хорош. Самое приятное за сегодняшний день он там делать. Очень много верховодной рыбы. Прям вон здесь сверху в траве, ребят. Трава вся кипит. У меня только что спала рыба, и теперь она в калюже плавает. Смотрите. Как я... Иди сюда, тихо. Текает от меня. Слушай, ну слушай, я еще не лови. Вот ты, конечно, да. Иди сюда. Иди сюда. Все. Вот это поворот. Вот это поворот. Ну вот такая красноперка. Только закормили и сразу клю. Что сказать? Хорошо. Сейчас мы сразу же в наш садок. Где мы тут придумали ноу-хау. Вот так вот. Хоп. Отлично. Вот так туда. Туда ему. А ну-ка. Такая, как в тот раз, но тоже ничего. Тоже что-то, Иваныч? О, плотва. О, плотва. Как лотвей. Ну, как всегда. Насчет. Да и... Дуплет. Тут дуплет. А здесь какой-то. Отлично. Бывают такие моменты, когда мы прям вообще сразу. Ты буквально сделал заброс, подождал там немножко, не успеваешь даже. Толк же нет, там уже поклевка. Ну, конечно, мы, конечно, подкормили неплохо к вечеру. Если так, мы тогда делали закорм стартовый немножко в процессе, сейчас спанули побольше. Что, пешары не оставались, да, Сергей Иваныч? И куда-то идти надо. Клюва нету, можно перебросить. Может, там трава. Над дном клюет. То есть, ни в толще, ни сверху, над дном. Пробовал я по-разному. Лучше всего, конечно, над дном клюет. То есть, на лету видит опарик наша красноперка и продолжает. Бывает, густера мелкая попадается. Но в основном под вечер красноперка и неплохого такого размера. Ну что, будем доставать садок? Давай, Сергей Иваныч. Надо же его отрезать сначала хорошенько. Вот это мы придумали сегодня взять сюда садок. Там рыбы, правда, нет, но... Ничего, что-то есть. А, есть, да? Да, есть, да, есть. А, я думал, нету. Я думал, нету. Ну, Иваныч еще на жарюху будет, да? Вот так. Немного, но что-то есть, да? Такое. И подлечь, и красноперка. Короче, как всегда, без рыбы, короче, не остались. Ну все, ребят, вот такая неплохая очередная рыбалка у нас вышла. Вроде и не клевала. И в то же время рыба есть. Да, и клевала. И рыба есть, но не клевала. И не клевала, и клевала. И по-разному было. Да. Очень вешало было. В общем, все было прикольно. Да, Сергей Иванович понравился мой костюм. Сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!